Такого нет. Всё закономерно, да. Ты имеешь в виду, как злание? Можно я на примере? Давай. У меня был попугай пять лет назад, маленький. И когда я приехал с ним на дачу, и он всё хотел из клетки своей вырваться, он так из-за щёта пытался открыть. Он смог это сделать. То есть он вырвался из своей трёхмерной клеточки. А потом? Он обрёл свободу. Трёхмерную? Он спорвнул в сад. Да, наутро его заклевали вороны. Мы сейчас закрывались. Точно или нету ничего подобного в случае, когда человек начинает вылезать из маленькой клеточки своих? Да, да. Такое оно может быть. Но просто нужно помнить, что вороны эти, это тоже часть попугалов. Да, конечно. Как и клетка, кстати, и эта. Это причина от того, от чего можно, например, шизануться. Я начинаю бояться чего-то там, например, ноги своей. Вот я никогда не видел, что есть нога. В руке я начинаю видеть, и я от этого могу сойти с ума. Но если вы расслабитесь, нога никаких, скорее всего, вам бреда никакого не причинит. Так же и здесь, когда возникает мистический страх какой-то, например, вот, что-то вы видите там, слышите. Чем больше вы сопротивляетесь и пугаетесь, тем больше вы устанавливаете связь, коммуникацию через вот этот канал страха, деструктивную такую между собой, обычным, вашим обычным состоянием восприятия, психикой, и тем, что вот от вас скрыто. Ну, это ваша же часть. Это вот так некое саморазрушение, да. Но для всех присутствующих в зале это, естественно, не актуально, потому что вы все давно это все преодолели. И вы тоже. Вот. Но до сих пор, да, есть люди, кто может так вот ошибиться. Это знаете, как что еще? Вот.